Давайте рассмотрим эти пятигранные дары лидерства. Некоторые люди думают, что это их должность. Джон Вимбер думал, что это обязанности. Основная должность. Должность пастора, исполняющего определенные функции. Однако возможны оба варианта. Для меня более важно практическое применение. Видите бутылку? Она безопаснее, потому что изготовлена из пластика. Она безопаснее, так как не разобьется. Пять видов лидеров. Первый. Апостол. На иврите шалиах. Что означает посланный. В каком контексте это слово используется в наши дни в Израиле? Кто такой шалиах в Израиле? Шалиах. Кто такие шалихим? Шалихим. Шалихим. Представители израильского правительства в еврейских городах мира, чтобы поощрять евреев возвратиться в Израиль. Интересно, такая параллель. Люди, посланные из Израиля. Они проводят, так сказать, еврейские евангелизации и содействуют возвращению евреев в Израиль. Это слово используется и в наши дни и означает «посланный». В Новом Завете это слово приобретает более широкое значение. Во-первых, 12 человек, избранных Ишуа, были поставлены апостолами. И в 1 Коринфянам 12 главе во-первых, Бог назначил апостолов, а во-вторых — пророков. Если у апостола нет сильного пророческого дара, то он, как апостол, создает апостольскую пророческую команду, которая сможет оказать наиболее сильное влияние. Но очевидно, что Ишуа избрал 12 апостолов, которые являются фундаментальными лидерами тела Христова. Некоторые протестантские группы обычно не понимают этого, что апостол — это лидер, который выходит за пределы. Тимофей был апостолом. Тит был апостолом. Аполлос был апостолом. Были и другие апостолы, кроме 12. Сейчас Историческая церковь признает, что роль апостолов — продолжение церкви в будущих поколениях. Поэтому в ранее римно-католической церкви, восточной православной церкви, в англиканской или епископальной церкви, в Моравийской церкви в Дюссельдорфе, в Церкви Объединенных Братьев, в Чехословакии, все они верят в то, что роль апостолов важна и сейчас. Но в церкви, я думаю, возникла историческая проблема. Они отождествляли церковь с организацией. Кто-то может мне сказать? Ранее церковь отождествляла апостолов с... Нет, это протестантский взгляд. Епископами. Епископами. Правильно? И епископ занимает положение апостола. Кто из вас знал это? Кто из вас вырос в католической церкви? И вы не изучали доктрину апостольской преемственности? Нет? Они не учат этому? Это находится в катехизисе. Какая там есть ошибка? Епископ может быть апостолом. Но обычно он является административным лидером данной области. И я верю, что в Новом Завете существовали региональные апостолы. Их первоначальное задание в том, чтобы положить доктринальное основание и создать стратегию для распространения церкви, а не административные обязанности. Да, с ранней церковью все было в порядке. Апостолы — лидеры церкви высшего ранга. И что продолжалось поколение за поколением. Но административное наблюдение не является первостепенным заданием. Это второстепенно. Их первоначальная роль — фундаментальное основание. Джон Кальвин во времена Реформации думал, что апостолы нужны были только в ранней церкви. Но он не был в этом уверен. И говорил, прежде чем Господь придет в последние дни, то, возможно, Господь восстановит функцию апостола ради укрепления церкви. Поэтому Кальвин допускал возможность существования апостолов. Почему протестанты отвергают апостолов и пророков? Потому что они прореагировали на злоупотребление в католицизме. Но в Библии это не так четко. Почему протестанты отвергают чудеса в наши дни? Потому что они реагируют на суеверие в католической церкви. Невозможно создать хорошую теологию на основании реакции. Вы должны изучать Писание. Когда мы говорим об апостолах, то говорим, что именно апостол закладывает основания. Обычно в поместной общине нет апостола. Иногда апостол ведет поместную общину. Но почти всегда это служение простирается за пределы поместной общины. Он обладает властью над несколькими общинами. Он может стоять над целым регионом, как Иаков. Или же он может достигать далекие регионы, как Шауль. у Шаула была власть над общинами, которые он основал. Если бы у него не было этой власти, то как бы он ссылался на нее в своих посланиях? Что делали апостолы? Они закладывали доктринальное основание, традиции, и также структуру ученичества. Павел сказал, «Я положил основание, а другие строят на нем». Пусть они будут внимательны, как они строят. Эта функция положения основания также важна. Но это указывает на очень важный момент. Человек может быть призван быть апостолом. Они применяют апостольские дары, но из-за недостаточного понимания не построят сильные основания. Возможно, они построят непрочные основания. Вот что я вижу. Если вы поедете в китайскую церковь, я никогда не был там, только читал о ней. Апостолы церкви в Китае положили очень прочные основания. Церковь в Китае верит в апостольское лидерство. В Западной церкви, в Северной Америке и Западной Европе, где церкви не верят в апостольство, но все же есть многие, которые верят. Группы, которые верят в апостолов, часто ведет апостол, который не понимает структуру ученичества. И там основания, которые они полагают очень частично и непрочно. непрочные основания. Апостол хочет, чтобы эти основания, доктрины, традиции ученичества были прочны. И я на пару минут сотру слово «апостольство». И это значит, что я сейчас исчезну. И мы поговорим о других функциях. «Кто-то сказал, что пятигранное служение похоже на руку. Теперь вы увидите, что я великий художник». «Как вам это нравится?» «Это хорошо. Сейчас усовершенствую. » «Сойди-то звоните в руку». «Как вам это нравится?» « numerous зв告из Hyundai». «泰оноситונ politician» « Nас смотреть», «наполиваны для других fry SPEAKER» «тасрочке». «Наполивstore demasiado», «наполиваны». «Подвойные, booze». морless tulee». «Наполив собачatch». «наполива», «наполива». Кто-то сказал, что большой палец – это апостол, затем пророк, евангелист, пастор и учитель. Пророк. Отлично. Нарисуйте в вашей тетради руку и подпишите ее так. Давайте посмотрим, кто такой пророк. Пророку был дан Дух Святой сверхъестественным образом, чтобы провозглашать Слово Бога. В его груди горит послание о покаянии и праведности. Потому что он или она желает, чтобы каждый человек исполнил свою судьбу. В Новом Завете каждому верующему дан Дух Святой. Все верующие могли пророчествовать. Потому у каждого верующего пророческая судьба. Но Пророк призван к публичной лидерской роли и провозглашению Божьего Слова. Обычно в трех сферах праведности, покаяния и судьбы. Это находятся в сердце пророка. Праведность, справедливость. Чтобы народ Божий находился в страхе. Пророку дана сверхъестественная информация. Вот. Итак. Пример. В Тикун Министрис главному пророку 65 лет. Его зовут Давид Рудольф. Он был здесь. Кто из вас помнит его? Да. Итак. Давид Рудольф под помазанием говорит о том, о чем даже не мог и догадаться. Сверхъестественным образом. Помню, как один раз мы были в Корее. И Давид пророчествовал 150 студентам. И в процессе этого он говорил об их жизни. Они сокрушались и плакали. Как Бог мог знать это? Я не пророк. Но иногда на мне было такое помазание. Я знаю, что это странно. Вы возглавляете руки на человека. И из ваших уст выходят слова. Люди шокированы. И вы шокированы. Откуда это пришло? Вы знаете все о них. Когда моему сыну Самуилу исполнился один год, и сейчас он на небесах, и мы не понимаем, почему. Он был исцелен от неизлечимой болезни. Это было в 1987 году. Доктора говорят, что не было никакой надежды. И нам придется поискать участок на кладбище. И ему было дано пророчество, что он станет абсолютно здоровым. И он был полностью исцелен к изумлению докторов. У меня нет времени рассказать всю историю. Суть в следующем. Пророк сказал, что он будет здоров. Когда Самуил умер 7 лет назад, и еще находясь в больнице, его жизнь поддерживали искусственно. Тогда многие писали мне письма и говорили, что Сын будет исцелен. Но ни один из пророков, которых я знал, не получил этого слова. Они хотели получить это слово, но не могли. Пророки очень точны. Когда пророки служат, то они готовят людей также быть пророческими. Пророки высвобождают большую способность слышать голос Бога. Они помогают людям стать пророческими и созидают их веру. Я наблюдал за Давидом Рудольфом, когда мы путешествовали. Пророк снаряжает Божий народ быть пророческими. Он слышит указания Бога в отношении общины. И это должно быть испытано пресвитерами. И когда они приходят к общему выводу, тогда пророк указывает путь к их судьбе. Пророк направляет. Он указательный палец. Затем, евангелисты. В Новом Завете есть упоминание о дьяконе, который стал евангелистом. Филипп. Евангелист не только проповедует толпе, но он обладает изумительной способностью проповедовать благую весть Царства эффективно. Настоящий евангелист — основной завоеватель душ. Основной завоеватель душ погибающих людей он виден всем. как средний палец. Он видим перед всеми. Роль евангелиста не просто евангелизм, но подготовить святых, чтобы они также разделяли его любовь к погибающим. и также были эффективны в своем свидетельстве. Что-то в евангелистах делает людей евангелистическими. Эд Силвосо сказал, Эд Силвосо сказал, он из Аргентины. Слышал о нем? Или... Он известен во всем мире, но не такой известный, как Матеус. Он написал много книг. Он сказал, «Моя цель — быть евангелистом. Потому что я не вижу очень много проявлений дара евангелизма в мире. Потому что евангелист должен подготовить святых на дело служения. Но большинство тех, которые называют себя евангелистами, просто организовывают большие кампании. И они говорят, «Я хочу заниматься этим». Но это не исполнение библейской роли. «Я должен подготовить святых». Вы еще со мной? Итак, роль пастора. И возникает вопрос. «Является ли дар пастора и дар учителя одними тем же даром или двумя различными дарами? Будем полагать, что это два дара. Но некоторые люди выдвигают аргументы, что в греческом варианте перевода подразумевается один дар. Но мы будем полагать, что это два дара. Я хочу объяснить, почему. Пастор желает исцеления людей и чтобы они находились в правильных взаимоотношениях. Чтобы люди находились в общине, в единстве. Он хочет любить их. заботиться об их нуждах. Он хочет видеть их успех. Сердце пастора ориентировано на людей. Поэтому часто он полностью истощается. Ему нужно понимать, что нужды людей следует восполнять через множество лидеров. сам он не может решить все проблемы. Поэтому он должен готовить лидеров. Молиться. Он не может нести всю тяжесть. глубоко внутри пастор чувствует нужды людей. И когда пастор готовит общину, тогда она становится пасторской общиной. От пастора люди учатся заботиться друг о друге, нести бремена друг друга и таким образом исполнить закон Мессии. пастора называют пастухом. Пастора называют пастухом. Петр говорит, что все лидеры при свитере должны быть пастырами в какой-то степени. Петр заповедует пастырям пасти стадо. Да? Эффект подготовки общины пастырами это любящая община. Хорошо. Итак, почему мы используем безымянный палец? Потому что обычно в некоторых странах на этом пальце носят обручальное кольцо. В других странах на правой руке. Но все равно на безымянном пальце. Почему? По традиции, этот палец соединяется с сердцем. Верно? Пастор. Этот палец. Что делает этот палец? Если бы вам пришлось отрезать один палец, какой бы палец вы отрезали? Какова роль этого пальца? Это учитель. Учитель приносит баланс. Когда я присоединился к служению, это был я. Я был мизинцем. На самом деле, я любил людей и хотел учить их. Я хотел научить их всей Библии. И я хотел, чтобы они все знали, начиная от бытия до откровения. и выучили всю Библию за пару недель. Про себя я думал, как они могут быть с Богом, не зная Его Слова? Я должен научить их Слову. Верно? Учитель хочет, чтобы они знали в Библии все. Систематично изучая все. Да. Когда учитель готовит вас, тогда вы хорошо подготовитесь и сможете учить друг друга. Сейчас давайте возвратимся к роли апостола. и мы увидим, что апостолу отводится уникальная роль на руке. Он может прикасаться к другим пальцам. Видите? Апостол тот, кто координирует других. Если апостол ведет общину, то он хочет, чтобы она была подготовлена и открыта к остальным пяти дарам. В Новом Завете, поскольку они встречались только по домам, в основном по домам, апостолы посещали дома и готовили людей. Вопросы. Вопросы. КОЛАМ ОХОВИН ХАНОША ХАНОСА ЗАКЕН Вопросы. Он настолько молод, учится быстрее меня. Он молод, у него молодые мозги и он учит другие языки. Видите, он перевел с евритой. Я стараюсь изучать еще раз, еще раз, еще раз. Мефонай, המоах, шели, Каша. Во время перемены мы запишем это. Мне задали очень хороший вопрос. Такая ситуация. Недостаточно зрелый христианин, но обладающий пророческим даром. Это важно. Помните, я сказал, что лидер служения одной из этих пяти сфер должен соответствовать требованиям, предъявляемым к епископам. Когда человек проявляет пророческий дар на более высшем уровне, чем обычно, то вы не провозглашаете этого человека пророком. Вы можете подумать, что это их призвание, но затем вы начинаете их подготовку. Вы готовите их особенно развивать подчинению и характеру. Самое худшее в харизматическом мире это независимые пророки, которые не подчинены власти. Поэтому пока они не научатся подчинению и не продемонстрируют характер, вы не поставили бы их лидерами. Например, Давид Рудольф, ему 65 лет. Десять лет назад он был в общине Байт Мессия. И ему дано было слово для служения. Он не вышел перед собранием и не сказал, так говорит Господь. Он подошел ко мне и сказал, «Знаешь, я думаю, что Бог хочет изменить наше направление». Вот что я слышу. Поэтому я позвал других лидеров и сказал им, Давиду было дано слово. Я сказал Марку Чепинскому, «Продолжай вести поклонение». Нам нужно немножко помолиться. Поэтому мы молимся, молимся, молимся. Я спросил у остальных, «Как вы думаете, что нам следует делать? Это от Бога или нам следует изменить направление?» Тогда приняли совместное решение. Пророк не навязывает свою волю общения. Давид — зрелый человек. Видите? В то время, как другие не такие зрелые. Поэтому это очень-очень важно. Вы спросите, «А как насчет женщин? Может ли женщина быть пророком?» Давайте посмотрим, кто из вас считает, что женщина может быть пророком? Вы считаете? Марселло! Я не вижу того, которые женщин не думают. Мне нужно сказать, … Если женщина questionable, могут быть пророком успехов, Другой вопрос. Давайте проголосуем. Кто думает, что женщина может быть пророком? Поднимите руку. Кто так думает? Поднимите руку. Кто так не думает? Тоже поднимите ваши руки. Вот так одним голосованием. Женщина может быть пророчицей. Вот как мы решаем доктринальные вопросы. Мы голосуем. Кто думает, что Ишуа — это Бог? Хорошо. Это ужасно. Невозможно принять решение таким образом. Вот в чем проблема. В Писании есть пророчицы? А как насчет дочерей Филиппа? Итак, если существуют лидерские дары, то, очевидно, епископы управляют не только общиной, потому что, на мой взгляд, в Библии, и я объясню почему, главенствующее лидерство отводится мужчинам. Кроме того, в Библии сказано, что женщины могут быть лидерами среди других женщин. Пусть старшие женщины учат младших. Они не обязательно должны быть старыми, но духовно зрелыми. Не так ли? Женщина, являющаяся лидером среди других женщин, на мой взгляд, является диаконисой над всем стадом. Да, я верю, что женщины могут быть диаконисами. Но если Марселло не верит в это, то он на следующей неделе объяснит, почему. Женщины могут получить призвание к служению и быть посвященными, но на них не возложено управление. Я объясню. Я объясню. Это значит, что, вероятно, женщина может иметь призвание апостола, она может быть призвана пророком, вероятно, евангелистом, или же пастором для женщин, или же учителем, потому что она должна учить молодых женщин. И если вам придется это применить в своем собственном контексте, если под ученичеством в Библии подразумевается интенсивное ученичество, а не лекцией. Значение слова «учение» в Библии – это подготовка учеников. В соответствии с Библией, мужчины должны учить мужчин, а женщины – женщин. Возможно, это не мешает женщинам проповедовать перед мужчинами и женщинами. В 14 главе 1-го послания Коринфянам женщины пророчествовали. Прежде публичного пророчества женщины, что является очень влиятельным даром, очевидно, что у женщины может быть другой вербальный дар, но не в качестве руководящего лидера. Это важно. Я бы хотел поговорить об руководящих лидерах. Я не феминист. Я верю в женщин, в их важную роль. Моя жена – женщина. Это очень радикально. Итак, Иешуа избирает 12 апостолов. И если бы он хотел разрушить общественные традиции того времени, то он мог выбрать, по крайней мере, 2-3 женщины. Но он выбрал всех мужчин. Верно? Вот Тимофей и Тит, которым даны требования для епископов или лидеров. Он должен быть мужем одной жены. Одно из самых важных доказательств – он лидер в своей семье. Поэтому в послании к Ефесянам дано описание мужа. Он – глава жены и лидер семьи. В семье дети учатся подчиняться и узнают больше у власти. Жена влияет на детей. Но муж является авторитетом для жены. Но этот вид власти должен быть похожим на власть Мессии. Дети учатся подчинению на примере их мамы. И они учатся божественному лидерству или управлению на примере отца. Потому что всю свою жизнь все люди находятся в положении подчинения и власти. Будь то в бизнесе, в школе или в армии, или в теле верующих. Роль ученика – это роль подчинения и власти. Без подчинения и власти не существует ученичества. подмастерье подчиняется мастеру-плотнику. ребенок видит пример подчинения и власти в своем отце и матери. С позиции феминизма вы разрушаете различные роли между мужем и женой. вы разрушаете дифференциацию, на примере которой ребенок учится подчинению. это роль мужа и его успех в семье квалифицирует его как лидера в общине. Божьем собрании в пятидесятническом мире я отношусь с большим уважением к этой динаминации. Они верят, что женщина может занимать руководящую роль в церкви, и муж должен быть главенствующим лидером дома. Поэтому жена говорит, я подчиняюсь ему дома, но он подчиняется мне в церкви. Ай-яй-яй! Я ее муж, но она мой пастор. Здесь что-то неправильно. Подумайте об этом. Невозможно менять местами роли власти. Описание ролей в браке в послании к Ефесянам, в послании к Петру. Вы не можете это как-то обойти. И это семья, основание в управлении церковью. Вы все еще со мной? Видите? Под этими властями и в дополнение к ним дает свободу и место служению женщин. Это мое мнение. Это не феминистический взгляд, но также и нетрадиционный консервативный. В Библии мы видим, что женщины принимают участие во всевозможном общественном служении. Сейчас. Куда дальше мы идем? Мы поговорим о подготовке лидеров. Мы уже говорили о подготовке диаконов. Также мы поговорим о модели подготовки лидеров. Чтобы нам подготовить настоящих лидеров, тогда наше задание будет легким. К тому моменту, когда я пришел в общину Бет-Мессия, я был очень счастливым пастырем в Чикаго. Я был молодым пастырем в Чикаго. Мне было 25-30 лет. Когда мне исполнилось 30 лет, я сказал, теперь я готов. Я настоящий пастырь. Я знаю точно, что я делаю. Люди из Чикаго все так же любят меня. Я проповедовал там прошлым летом. Те, у кого я был пастырем и наставником 30 лет назад, все еще там. Но я был призван в Вашингтон, потому что я хотел сделать президента Картера учеником. Я знал, что он был верующим, но не думаю, что он был учеником. Поэтому я приехал в Вашингтон, и община была в ранах. Большинство из них были новообращенными. Большинство членов общины были евреями. Вот что произошло. Община состояла из новых верующих из бизнес-мира. Они пришли к Господу, они были евреями, и слышали о мессианском еврейском движении. Но эта община только началась. Община была основана в 1973 году. Они попросили евангелиста стать их пастором, который очень эффективно проповедовал евангелистом. Многие евреи уверовали в Ешуа как мессию. Но этот человек не был пастором, а евангелистом. Он был там лидером. А лидерами стали эти новообращенные верующие. Они были ревностны, но не получали никакой подготовки. Они не были учениками. И в результате начала проявляться необходимость в пасторе. Овцы не становились зрелыми. Они были плотскими. И евангелист не выслушивал проблемы. И он поступал так, что это оскорбляло остальных лидеров. В конце концов возник огромный конфликт. Лидеры настолько воспротивились ему, что под этим большим давлением он ушел. Затем лидеры провели встречу в общении и объявили о том, что ищут нового пастора или раввина. И потом... Что произошло потом? Евангелист пришел навстречу и поссорился с лидерами перед всеми. А лидеры публично напали на евангелиста. Вся община осталась травмой. Они не знали, что же им делать. И сформировали различные фракции. Некоторые были за Павла, некоторые за Аполлоса, за Кифу. Итак, лидеры не принимали этого человека в качестве пастора. Он оставил общину в разочаровании. Они посмотрели везде и сказали, кого же нам привезти, кто нам поможет пройти через все это. Они знали, что я перенял общину, в которой было разделение. Я был молодым парнем в Чикаго. И они сказали, давайте пригласим Дэна Джастера. И я же не был в этом заинтересован. Но мы сказали, я приеду к вам и дам несколько советов. И Бог переместил наши сердца в Вашингтон. И в 1978 году мы переехали в Вашингтон. И я проповедовал им. Это указывает только на то, что я был недостаточно зрелым. Я сказал, вот я. Хочу быть Вашим пастором. Я почти сказал, хотя и немногословно, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и найдете покой душам Вашим. И вы знаете, что произошло? Люди начали приходить на встречи со мной. Я пытался консультировать людей, заботиться о людях, сделать все возможное, чтобы люди получили освобождение от демонов. Но люди были плотские. У них были интимные отношения друг с другом. Некоторые из них пили. Они организовывали вечеринки, где молодежь напивалась. Я сказал, ай-яй-яй! Как решить все эти проблемы? С чего начинать? Потому. Я знал одного служителя освобождения. Я пригласил его, и мы организовали массовое служение освобождения, чтобы изгнать бесов из всех людей. Это помогло. «Выходите из них, демоны!» И сразу же это было удивительно. Мы учили их. Но это не решало проблемы. И не только это. У нас были две главные проблемы. В моей книге «Достигая зрелости» кстати, она переведена на португальский язык. В нашей общине были четыре различные группы. Поэтому это проблема А. Проблема Б – это нужды людей. Я пытался ответить на их нужды. Но вначале давайте поговорим о проблеме А. В нашей общине были, как я их называю, супер-евреи. Они хотели, чтобы мы соблюдали традиции. Помните скрипач на крыше? Традиция. И если вы изменили что-то и не провели литургию так, как нужно было, то это их огорчит. Если вы споете харизматическую песню, она не была в минории, не с израильским мотивом. Ой-ой-ой. Вторую группу я называю анти-еврейскими евреями. Их опыт в иудаизме был плохим. И они хотели просто свободной харизматической церкви. Литургия мертва. Эти люди не могли нормально общаться друг с другом. Третья группа – супер-харизматы. Они всегда знали, что говорит Дух. И если ты хочешь быть мудрым, то лучше тебе согласиться с ними. Но они не подчинялись властям. Супер-харизматы были бунтарями. Они были независимыми. И четвертая группа – анти-харизматы. Законники. И все они собрались в моей общине. И вот бунтари супер-харизматы иногда сходились вместе с евреями, настроенными анти-еврейски. И анти-харизматические законники иногда сходились с традиционными супер-евреями. В моей книге я назвал это так – «Четыре вида проблем в мессианской еврейской общине». «Да, в Бразилии супер-марано». «Что же мне делать?» «Лидеры были со мной согласны в этом вопросе». «Слава Богу, что лидеры не подпали под эту категорию». Тогда ситуация была бы просто ужасной. «Я сказал, я должен быть счастливым тем, как дела идут в общине. Мне, как лидеру, это должно нравиться. Мне не должно быть идеально, но это мне должно нравиться. Поэтому, если это мне не нравится, то долго мы так не протянем, потому что я и лидер». «Каждая из этих групп ожидала одобрения с моей стороны». «Мне пришлось учить, что значит быть мессианской еврейской общиной». «Поэтому мы потеряли бунтарей супер-харизматов». «Некоторых евреев, настроенных антиеврейски». «После моей первой проповеди». «Потому что наше видение мессианское еврейское». «Мы пришли к этому». «Я учил 16 недель о еврейской жизни». «Затем я сказал, что мы призваны быть харизматичными и применять дары Духа Святого». «Супер-евреи и антизаконники не могли быть харизматами». «Поэтому» «К четвертому году моего пастырства» «У нас было 120 человек». «К концу четвертого года из нас осталось 40 человек». «Мы потеряли 80 человек». «Но» «Их место заняли другие 80 человек, новые 80 человек». «Поэтому наш размер был тот же». «И теперь мы стали группой единогласных людей». «Все еще большинство членов общины были евреями». «Но теперь мы были в единстве». «Вторая проблема — это нужды людей». «Я не мог решить их нужды». «Не знаю, следует ли мне рассказывать эту историю, но я расскажу вам эту историю». «Я постоянно консультировал людей, пытаясь помочь им и исцелить их. Ничего не получалось. Молился о них, изгонял бесов, консультировал, исцелял браки. Ничего не получалось. Постоянно. Один раз я задался вопросом, «Почему мы так истощены?». Я так устал. И мне было только 32 года. Я уже был президентом Международного Союза общин. Но моя поместная община была такой усталой. В один вечер я проводил консультирование в офисе и говорил с Пэдди по телефону, «Дорогая, нам нужно немного времени. Придем домой. Выпьем немного вина. Немного романтики. Хорошо». Я приехал домой в 10 вечера. Зазвонил телефон. Это был проблематичный член общины. Раньше мы всегда отвечали на телефон. У нас не было автоответчика. Не было личной линии. Десять часов вечера. Пэдди ожидает меня в другой комнате. Десять-пятнадцать. Я все еще разговариваю по телефону. Десять-тридцать. Я все еще на телефоне. Это огорчило Пэдди. Она идет и берет бокалы с вином. Подходит ко мне. Я разговариваю. Она наливает вино в бокал и выпивает. На ней ее красивый ночной наряд. «Потом она наливает еще один бокал вина и делает так. Я все еще разговариваю по телефону. Наконец она наливает третий бокал вина. И я сказал, мне теперь надо идти. До свидания». Пэдди была настолько злой. Она была вдовой служителя. Моя семья и жена потеряли своего мужа и отца. Поэтому мы решили найти консультанта. Консультантом был Майкл Рудольф, часть нашей команды. Один из тех, кто является пастором нашей общины, который вырос в системе, о которой мы говорили. Он подготовленный библейский консультант, который старше нас. Поэтому мы пошли к одному из наших служителей на консультирование. И он дал нам определенный график, которого мы должны были следовать. Он сказал, это будет временем для семьи, это будет выходной день, и ты не будешь отвечать на телефонные звонки. И если ты не сделаешь этого, тогда разреши Пэдди позвонить мне, ты будешь мне подотчетен. Пэдди, на протяжении нескольких лет, когда я становился слишком занятым и начинал отходить от дел, Пэдди говорила мне, я позвоню Майклу Рудольфу. «О, нет, 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 не звони Майку, я сделаю все, что угодно». Я научился темпу жизни, когда не буду пренебрегать своей семьей. Эта схема находится здесь. Хорошо, я поговорю об этом. У людей все так же были нужды. Я начал посещать пастырские встречи, пока осознал, что не знаю, чем же я занимаюсь. У меня была ученая степень в семинарии. Учил. Я был посвящен пресвитерским мессианским евреям. Но я не знал, что же я делаю. Поэтому я принял решение. Если только я найду пастора, который скажет, что я счастлив быть пастором, тогда я узнаю, что он на самом деле знает, что он делает. Очень хорошая идея, не так ли? Итак, поэтому я начал спрашивать пасторов, «Ты счастлив, что являешься пастором?» И знаете, что я увидел? Они избегали ответа на этот вопрос. Один из них сказал, «Мы пожнем награду, если продолжим делать добро». Я сказал, «Но я не об этом вас спрашиваю». Я спросил, «Вы вообще счастливы?» Другой сказал, «Мы не должны утомляться от добрых лет». Я не спросил тебя, «Устал ли ты?» Я спросил тебя, «Счастлив ли ты?» Однажды я был приглашен на встречу восстановления пасторов. Я знал, что такое восстановление церкви, но меня пригласили на эту встречу с самим Томом Хессом, который придерживался теологии замещения. Он в Израиле в молитвенном служении. И я пришел на эту встречу, и этот пастор, примерного его возраста, без семинарской степени, говорил о пасторстве. После встречи я подошел к нему и сказал, «Вы счастливы, что являетесь пастором?» Он сказал, «О, я просто обожаю это!» «В самом деле?» «И у тебя остается время на семью?» «Конечно, остается!» «Тогда каким же образом ты решаешь проблемы всех людей?» «Консультирование, освобождение, исцеление?» Он сказал, «О, я вижу, что ты подпал под традиционную роль пастора!» Я сказал, «А что это такое?» «Это то, чем ты занимаешься!» Я со всеми моими степенями, Уинтонский колледж, магистр теологии, смирил себя и с Пэдди мы пошли на ужин с Пьером Байном. Я сказал ему, «Пьер, пожалуйста, опиши свою жизнь!» Примерно в это время «Тайм-магазин» вышел журнал «Таймс» со статьей «Почему у пасторов случаются нервные срывы и они совершают суицид?» Вы слышали о журнале «Таймс»? И там было сказано, «Поскольку у пасторов неясная должностная инструкция, и если вы добавите все ожидания, которые люди возлагают на пасторов, на что понадобится 120 часов в неделю, и все еще они не исполняют ожиданий». Когда мы пришли к Пьеру в гости, я приобрел абсолютно новое понимание, что пастор должен делать и знать. Говоря о пасторе, я подразумеваю главного лидера общины. Возможно, он более ориентирован на обучение либо на евангелизм, но у него также должен быть дар пастора. В этой роли он является главным раввином. И когда мы понимаем, что он должен делать, тогда мы сможем понять, что его работу можно выполнить благоразумно. Научившись от Пьера, я исполнял эту роль еще десять лет, затем еще отчасти до 2000 года. И завтра вы узнаете, что Пьер сказал мне. Хорошо. Пьер сказал мне. Пьер сказал мне. Пьер сказал мне. Пьер сказал мне. Пьер сказал мне.